Выживает, это вообще парадигма такая, что кто-то выживает, кто-то нет. Мое мнение, что в любом случае все живет. Я лично воспринимаю кризис это как кислота, которая проливается на металл. Если внутри он мягкий, то он прожгется. Если внутри он твердый, то шелухает, жарче нам летит. И я считаю, кризис это хорошо, потому что, допустим, когда мы запустили Callback Hunter, нас за 6 месяцев скопировали больше 50 раз. И это заставило нас делать следующий новый продукт по увеличению конверсии. Новый релиз, новую версию. Но если бы не было конкурентов, ничего бы этого не было. И сейчас, когда все падает, то есть нефть, доллар, война, Украина, санкции, ты реально начинаешь мыслить по-другому. Ты не начинаешь мыслить, как тебе что-то делать лучше на 20%. Ты начинаешь мыслить, как тебе принципиально делать по-другому. Вообще в другом формате, в новом формате. Другие цели себе ставишь. И вот был тот знаменитый кейс в Штатах, когда взяли две группы студентов. Одной группе дали 5 долларов и сказали сделать из них больше денег за час. Второй группе не дали 5 долларов. Так вот, результат закончился тем, что той группе, которой не дали 5 долларов, она заработала больше денег в 5 раз, чем тем, которые дали. Потому что те, у которых есть деньги, они думали, куда нам вложить эти деньги, чтобы получить больше. Те, у которых не было денег, просто собирали деньги по улице. Поэтому кризис это как раз тот момент, который заставляет тебе задуматься, а может нахер не надо, все вот это вот, не нужна себестоимость, не нужно заниматься, может быть, чисто производством. Нужно другое, нужна информация, мысль. Да, то есть одна твоя мысль может изменить прибыль компании в 2 раза. Какой-то, да, то есть. И, ну это все в пользу интеллектуальных продуктов, все в пользу онлайн. Я считаю, что кризис это круто. Ну, это обновление, клетки обновляются, люди рождаются, умирают, это нормально.